Смотри видосы и ставь лайкосы! Добро пожаловать, друзья мои, с возвращением в The Strain 2. Мы продолжаем наш странный, запутанный путь, если можно, конечно, так сказать. Мы с вами из одного мира попадаем в другой. И, честно вам сказать, пока неизвестно, будет ли у нас здесь хэппи-энд или не будет, но я надеюсь, что вы также ждали The Strain, как и я ждала эти несколько секунд между роликами, потому что мне очень нравится. Мне очень нравится эта игра, мне очень хочется узнать, что будет с нашим главным героем, потому что после первого The Strain он вызывал... Вот он не вызывал какого-то негатива, он не вызывал какого-то там отвращения. То есть персонаж выполнял... Ну, молодой человек наш выполнял работу, и в итоге он потерял всё. И мы даже думали, что он потерял свою жизнь. На данный момент мы не знаем, потерял ли он свою жизнь. Может быть, он впал в кому. У меня есть подозрение, такое вот сейчас появилось. Может быть, он в коме. То есть он пытался... Ладно, не буду спойлерить, хотя кто услышал, тот услышал. Ну, в общем, он впал в кому, и в итоге... Ну, это моё предположение. Я пока не знаю, я ещё не прошла игру. И, скорее всего, он, знаете, вот как бывает в фильмах, в сериалах, в мультфильмах, ему нужно выбраться из этой комы, пройти там какие-то этапы, мир... Ну, не знаю, это пока, знаете, философия Даши, как обычно. Я люблю поговорить и вам что-то рассказать. Кстати, если он в Рейти Ди Стрейн, поддержите лайком. Так, ну что, погнали. В прошлой серии мы с вами так классно закончили. То есть мы были в таком красивом месте, плавали на лодочке, а тут нас опять перебросило куда-то непонятно куда. Не, мы туда не ходим. Это место не для нас. Хорошо, почапали сюда. Я просто пытаюсь услышать, может, какая-то музыка, но я ничего не слышу. Ну, кроме музыки-сохраняхи. И тишина сразу. Мы можем только войти, к сожалению. Так, вошли. Вошли, вошли. Слушайте, а это лоскутки памяти. Это не то место, где мы с вами... Помните, мы мадамку выселили, а это был дядень. Новая стиралка? О-о-о. Да? Кто-то ввязался... А, сейв, пардон. У меня уже сейв, стиральная машина, неважно. Сейв лоскутной лентой. Нужно найти комбинацию. Хорошо. Хорошо, что нужно. Да, поняли, поняли. Спасибо. Так-с. Опять мы будем от кого-то прятаться? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-очки. Кошечки-кошечки. Я вот что не люблю, так это прятаться. Просто если мы от кого-то прячемся, то это не очень хороший знак. О-о-о. Не-не-не-не-не. Ну, заходим. Старый дом. Калитка, да? Войти. Изучить. Мне показалось, я там шаги слышала. В правом ухе. Боже, опять мои нелюбимые головоломки. Слушайте, а как мы ее будем решать? Тут вообще какая-то фигна тень полнейшая. Причем оно тут очень плохо подсвечивается. И очень плохо видно. Ну, это, наверное, здесь где-то. Тут, типа, как подсказка, да? Как оно должно располагаться. Здесь должно быть что-то на... А, вон, смотрите. Вот эти две части соединяются. Хорошо. Что это вообще такое? Объясните мне. Мне кажется, что надо как-то вывести... Вот это фигово, что мы с вами сейчас должны будем тут вручную это все перемещать. Тут должно быть... Вроде как оно подсвечивается, как оно должно быть, нет? По-моему, здесь все правильно. Вот эти два кусочка тоже, похоже, соединились. Во что-то оно уже соединяется. То ли в морду какой-то, нет? Тут тоже должны быть волосы какие-то. Я вам сразу хочу сказать, что я эту головоломку буду лишать очень долго, потому что тут фигня какая-то нарисована. Ага, вот, смотрите, подождите. Вот это должно быть здесь. Все, я уже поняла, где что-то должно находиться. Это должно быть здесь. Тут должна быть... Нет, тут эта штуковина точно не должна быть. Это тоже не здесь, да? Я думаю, что вы уже догадались, наверное, что тут нарисовано. Это только одна я не догадалась. Так. Так. Да это вроде правильно, знаете, что самое смешное? Так. Это тоже вроде правильно. То ли лошадь какая-то. Я мастер объяснений. Вот это правильно. Слушайте. Блин, вот эти куски надо как-то вывести отсюда. Вот это надо, мне кажется, вниз переместить. А как нам переместить вниз? Давайте попробуем. Сейчас будем пробовать. Допустим. Стоп, стоп, стоп. Подождите. Вот оно. Вот здесь должно быть расположено. Вот это здесь. Вот так правильно, да? Или нет? Ну, вроде как-то так. Тут должно быть... Вот это, мне кажется, часть. Да, здесь должна быть. Такс. Это идет сюда. Это идет сюда. Это мы сюда перемещаем. Мне кажется, что это должно быть здесь. Небось все уже написали в комментариях, даже я знаю, что это за меня, что это такое показывается. Что-то оно как-то пока странно выглядит, знаете. Я думала, что может оно по цвету должно как-то совпадать. Это идет наверх. Слушайте, ну это какая-то... Вот эта штука тут точно неправильно находится. Где-то я видела здесь место для нее. Вон она. Ой, как тебя переместить-то? Вот эти все правильно находятся, да? Да, вроде бы правильно. Так, ты идешь сюда. Ты идешь сюда. Кого нам нужно переместить? Вот это? Может быть, тебя сюда? Тебя сюда? Слушайте, ну это какой-то издеватель. Я уже запуталась. Ох, божечки-кошечки. Это вот, вот ее место здесь. Хорошо. И что у нас в итоге получается? Ты должен... Мне кажется, что это какой-то как нос, не нос. Вот это вроде правильно. Ай, как вас переставить-то? Или это не здесь? Ты правильно точно... Нет, так это же неправильно тоже находится. Вот это здесь, по-моему. Странно, ребят. Ладно, давайте я сама попробую сейчас без записи, потому что я буду очень долго, наверное, весь ролик это проходить. И как только я решу эту головоломку, я вам покажу, что у меня получится. Вроде бы ничего сложного, друзья мои, но, блин, вроде бы, знаете, вот смотришь, ну простая картинка. Ну, пока туда, пока сюда, хотя, честно говоря, я даже не знаю, что тут нарисовано. А ну-ка, ребят, напишите, что тут нарисовано. Я так вот издалека смотрю, вообще, я подумала, что это какой-то демон, потом какой-то кот, потом собака, я даже не знаю. Ладно, похоже на правду. Только детальки не хватает. Хорошо, что... Нам придется ее искать, скорее всего. Упс. Упс, ребят. Я думала, это у кого-то в животе бурчит. Хорошо, пойдем туда. Хотя я знаю, что любопытство наказуемо. Ты что такое? О, снова эта штука. Что-то голова кружится. Детское воспоминание, день рождения. Так, мам, я хочу торт. Ну что ты, милый, мы нарежем торт, когда соберутся все твои друзья. А ты уверена, что они придут? Конечно, уверена. Так, тогда ладно. Но перед этим тебе нужно прибраться в комнате. Хорошо, пап, приберусь после завтрака. Ну, неужто мои старые уши меня обманывают? Обещаешь? Обещаю, что приберусь в комнате. Чудесно, милый. Именно так взрослые мальчики себя и ведут. Да, пап? А, о, пап. Чего? Наверное, о папе или о милой? Ты ведь кое-что припас для нашего мальчика. Да, мама? А, ну папа и мама, ну типа, обращаются друг к другу. Кажется, у меня тут что-то за спиной завалялось. О, подарок, ребят. С днем рождения, сынок. С днем рождения, милый. А что в коробке? Не стесняйся, открывай. Что это такое? Ого! Конструктор 649. 649, ребят. Это как наш сейф от этого самого. Это лучший подарок в мире. Люблю вас, мама и папа. Везде засыпаем. Насколько сонное царство тут происходит. Хорошо. Я помню свой день рождения. Как же я скучаю по родителям. Чувак, ты зачем вернулась? Я не буду снова за головоломку решать. Вы что, издеваетесь? Не, все, мне туда не надо. Пока что непонятно, к чему нам эти все воспоминания. Фух, нужно найти деталь. Я думала, сейчас он скажет. Я же уснул, я уже не помню, что нам тут нужно делать. Что, 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 что? Войти? Ага, заходим. А, нет. Заберто с другой стороны. Это калиточка. Носкутки памяти. Хорошо. В сейфе, наверное. Опять 649. Конструктор 649. Неужели так просто? 6, 4, 9. Мы уже с вами вводили этот код, помните? Что это тут у нас? Старая ржавая деталька. Наверняка я нужна куда-то вставить. А, ну, никуда. Деталь головоломки. Я только хотела спросить, зачем он... Упс. Упс, упс. Чего? Что за... Э-э-э. Тихо, тихо. Прячемся, ребят. Ладно, птички поют. Хорошо. Я прятаться не буду. Я смелый. Я самый смелый. Я ничего не боюсь. Я мужик. Вжик-вжик. Хорошо. Сюда мне не надо? Нет, мне сюда не надо. А, изучить. Я думала, включить. Хорошо. Я бегу. Я быстренько все сделаю. Каким-то образом это отперло дверь. Чудесная логика. Может, туда не надо входить? Как думаете? Дедушкины часы. Тут очень интересное название. Знакомое место. Напоминает дом, в котором я жил в детстве. Ничего, такой домик. Можем войти туда. Сейчас сходим, ребят. Сейчас сходим. Опять прятаться. Ох, ребят. Чего-то мы слишком с вами много будем прятаться. Так, старые часы, в которых не хватает маятника. Понятно. Сохраняшка. Ну, давайте по очереди заходить. Пошли сюда. Скрытая во тьме. Изучить, что у нас тут? Светильник, в котором нет лампочки. Тихо, тихо, тихо. Значит, нам нужен маятник и нам нужна лампочка. Это уже понятно. Хорошо. Лампочка не мигает. Я сейчас тебя заберу. Спрятаться. Я пока прятаться не хочу. Я пойду сюда. У нас, в принципе, только два места были. А где наш тогда, извините, наша комната? Если ты здесь вырос. Наверное, где-то сейчас мы найдем комнату. Я вам говорю. Так-с. Туда можно пройти. Здесь можно... Ребят, тут очень много места для пряток. Что-то мне подсказывает, что мы будем с вами не просто много прятаться, а будем очень много... Мой старейший друг. А зачем мы сюда зашли, если тут нет никакого взаимодействия? Хорошо, я ухожу. Меня не надо заставлять дважды. Говори дважды, что надо уйти. Я просто возьму и уйду, потому что я тут не хочу находиться. Прятаться. Пошли, это кухня, наверное, да? Утешьте меня. Светильник. В котором нет лампочки. То есть нам нужно уже две лампочки. Допустим. Эх, тут удобно поминать мне тот, где я жил в детстве. Все эти ценные воспоминания. Только вот они остались в прошлом, так что... Какой вообще смысл? Опять он? Эй! Мысли позитивно. Может, у тебя получится создать новые счастливые воспоминания. Да я вообще сама позитив. На позитиве. Самая позитивная. Из позитивных. Только мне не нравится этот дом. Ну, так, как он сейчас выглядит. Мы, по-моему, с вами уже заблудились в этом доме. Мне что-то подсказывает, что мы куда-то с вами ходим, ходим. Место на камне. Можем вернуться. Сейчас туда пойдем. Похоже на алтарь, на котором нужно что-то ставить. Алтарь. Что мы можем поставить с вами на алтарь? Ну, какое-то жертвоприношение, что ли, будем делать. Я уже не знаю. Можно? Выпустите меня! Все, теперь открыто. А, ребята, получается мы теперь... Мы, короче, типа, это, наверное, задний дворик. А это, типа, там был передний дворик, а это задний дворик. То есть, если нам надо куда-то быстренько одеться, то мы сможем там проскользнуть. Хорошо. Так, в принципе, понятно. Мы попали на кухню. Тут ничего интересного. У нас там еще, по-моему, пару дверей было. Мы здесь прошли. Здесь мы были? Нет? Уже не помню, уже запуталась. Алый взор, часть четвертая. Хорошо. А ну-ка, то что у нас тут? Ой, а что это? Лампочка, которая тут уже не нужна. Пригодится. А мне сюда, типа, не надо? Давайте вставим обратно лампочку. Мы же не все посмотрели. То есть, мы сейчас, наверное, этой лампочкой будем все вокруг освещать. Не, а сюда мне уже не надо. Хорошо. Пойдем сначала... Сначала на кухню, может, раз мы уже тут находимся рядышком. Опять эта хрень! Хрень-то мне достала! Надо задеть все дыры в стене, чтобы она просто больше не появлялась и не выедала мне мозг. До свидания, я ушла. Так, кухонька. Ребята, там, по-моему, эта хрень за мной идет. Мне показалось или там сбоку шла вот эта хрень? Я надеюсь, что мне показалось. Стоп, а где нам лампочку надо было? А, на кухне. Фух, вот это я перетруханила сейчас. Вот тут. Утешьте меня. Светильник. А, в котором нет лампочки. Страшно, я вам хочу сказать. Ключ. Нужно найти... А, предохранитель. Хорошо. Забираем. У нас там было с вами еще одно место, где можно было вставить лампочку. Вначале. Тут достаточно громкая музыка, которая меня пугает. Пошли отсюда. Вот сюда нам, по-моему, можно, правильно? Так. Нет, не туда. Мне немножко... Тихо. А, не. Мы там с вами были, не были. Давайте сохранимся. Я только хотела сказать, что сохраняхи давно не было. Заходим. Заходим сюда. Вставляй. А что здесь? Ой, в стене за диваном идет дыра. Раньше я ее не замечал. Полезем. Да ничего страшного, подумаешь. Страшная дырка. В страшном доме. А, ничего. Ничего страшного. Залезем, посмотрим, что там такого. Он зовет меня. Знаете, у меня ощущение, что вот это на полу не кубики, а кубики сахара лежат. Почему сахара, я не знаю, не спрашиваю. Наверное, потому что я проголодалась. Что здесь? Да ладно, блин. Опять головоломка? А, ну хоть такая. И на том спасибо. Хорошо. Якорь, что ли, выйдет? Якорь-тыкарь? Ну, на этом спасибо. А то я уже думала, тут совсем у нас опять надо будет соединять. Я тебя никогда ни в одной игре не любила. Так, и что? Что мы с вами сделали? Маятник? Кажется, я знаю, куда его поставить. Да, мы поняли, что ты знаешь. Мы тоже уже все все знаем. Мы уже все все поняли. Забираем. Мамочка. Мамочка. Что за хрень? Я ухожу. Ребята. Это что было? Что за пугашки? Да, я поняла, что не... Ай, убери ты эту штуку. Хохохой. Да не надо таких резких звуков издавать. Пожалуйста. Выходим. А, маятник нам нужен в часы к дедушке. Правильно? Так. Он должен сейчас сказать. Тик. Так. Тик. И смысл? А, мы можем тут прятаться. Блин, я тут думала, что это какое-то тайное место. Вылазим. Упс. Мы видели эти часы, ребят. Там можно спрятаться возле часов. Не? Не надо прятаться. Дверь появилась. Хорошо. Я предлагаю пойти сохраниться, да? Да, да, да. Я сохраняюсь. От греха подальше, как говорится. Пошли. Таинственная дверь нарисовалась. Ну почему в нее не войти? Не поддавайся. Лампочку мы забрали. Угу. Включаем. Мне нужен придохль. Придохль. Собирать предохранители мое хобби. Мы нашли... Вот, ребята. Я просто гений of the masters. Masters of the genius. В общем, мы с вами... Да не надо, я понимаю. Мы взяли с вами придохль. Мы забираем лампочку. Мы идем обратно. Вставляем ламп... Какого хрена? Эй! Куда это ты намылился? Убирайся, алчность. Ты же не серьезно это говоришь. Возьми меня с собой снова. Я покажу тебе, как надо. Хм. Соблазнительно, не правда ли? Забудь про разум. Он старый дурак. Он только болтать умеет. Думаешь, он может тебе помочь? Я думаю... Я... Я... Я не знаю. Вот видишь, от скромности тебе совсем никакой пользы. Возьми мои... Мою ладонь. И никто не поставит нас на колени. Но ты одна из причин моего краха. Я не хочу еще раз вставать на эту дорожку. Идиот. Слабый идиот. Думаешь, что можешь мне сопротивляться? Хо-хо-хо-хо. Я твоя зависимость. Что бы ни произошло, я всегда буду рядом. Да, ты и правда моя зависимость. Но я ошибся и перепутал тебя с целеустремленностью. Я не выпущу тебя наружу. Это мы еще посмотрим. Еще раз. Алчность так появится, ребята. Я стану заикой, наверное, от страха. Он хоть когда-нибудь оставит меня в покое? Чувак, ты даже не представляешь, как я надеюсь, что он нас оставил в покое. Потому что он уже достал это пугание. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Ой. Прячься. Опять эти рожи появились. Ребята. Как вы думаете, он сейчас к нам сюда подойдет? Нет? Ребята, вон он. Мамочки. Кыш отсюда. Кыш отсюда, хрень. Хрень горбатая. Не трогай меня. Проходи мимо. Проходи мимо, уродец. Скорее всего, я думаю, что это или страх, или сомнение. Может, что-то такое быть. Ну, мне так кажется. Сейчас. Гуд. Ты что, встал мне тут дверь? А-а-а, закрыли на проход, да? Ну, спасибо. Ну, спасибо, блин. Так, а теперь давайте вспоминать. Куда мне нужно? Сюда. Или не сюда? Здесь ванная. Нет, сюда мне нужно. Нам вот сюда нужно. Вот сюда, Женьки. Сюда, Женьки. Хорошо. Да поняли. Поняли, что тут нет лампочки. Уже всем понятно. Да. Я поняла. Вот сюда нам надо теперь предохль. Я нашел предохранитель. Предохранитель, который открывает чердак. Ну, а что нет, ребят? Мы с вами попремся на чердак. Это ж... Так, что стало с моим другом? Другом. Я не люблю подобные вопросы. Что это такое? А, еще одна такая штука. Она и меня гипотезирует. Получается, мы с этими штуками свои воспоминания получаем. Надо все поубирать, чувак. А то нам люлей раздадут. Подождите, так то не ванная была, что ли, а наша комната? Нет? Ты уже упаковал игрушки, милый? Прямо сейчас упаковываю, мам. Я не хочу переезжать. Ну, папа говорит, что во время кризиса дела идут плохо. Что бы это ни значило. Я почти готов. Нам пора, мистер Армстронг. Мистер Армстронг, это так мило. Что я еще могу сделать? Мистер Армстронг, конечно. Скоро увидимся, дружок. Так, твоя очередь, мистер Хоботок. Будем переносить. Наверное, надо все игрушки сейчас собрать. Что ты сказал, мистер Хоботок? Не хочешь туда? Ммм, а ты прав. Я тебя спрячу, чтобы ты смог со мной остаться. Но ты должен вести себя тихо. А где мне тебя спрятать? Вот здесь? Мама тебя там не найдет. Тссс. Тут мне делать нечего. Так, я собрался. Ну все, говори маме, что мы готовы. Ты уже упаковал игрушки, милый? Я готов, мам. Так, ребят, то есть мы можем найти мистера Хоботка, что ли, сейчас? Чисто в теории. В детстве я этого не понимал. У родителей начались проблемы с бизнесом, поэтому нам пришлось переехать. Интересно, что случилось с мистером Хоботком? У меня тоже появляются эти вопросы. Что же с мистером Хоботком? Обратно спускаемся. Да это как-то нелогично. А что, наверху вообще ничего полезного? А что стало с моим другом? Ну, походу мы сейчас вернемся обратно в мою комнату. Я хочу найти мистера Хоботка. Мистер Хоботок, вы где? Я просто напеваю, ребят, чтобы мне было не так страшно. Потому что игра, ну, вроде, наверное, когда ты смотришь, тебе не так страшно. А вот когда ты играешь, то это... Ну, это жутковато. Тут, понимаете, все время какие-то моменты. Где-то что-то появляется, где-то что-то выстреливает, где-то что-то кривляется, кричит. И ты такой... Все время. Так, подождите. По-моему, там, где я говорила ванная, это на самом деле не ванная. То, видимо, наша комната была. Скорее всего. Да, мой старейший друг. А я думала, что это ванная комната. Но судя по плитке... Так, это тот шатер, которым я играла в детстве. Так это и есть ванная, да. А ладно, сейчас найдем мистера... Мистер Хоботок, ребята, мы нашли вашего друга. Ого! Мистер Хоботок, неужели это ты? Только не говорите, что нам его в алтарь нужно будет. На алтарь. Какого фига? Так, выходим. Мне кажется, сейчас кто-то появится, да? Так, я хочу убрать... Четыре пути. Я хочу убрать его из рук. Ну, давайте проверим мою теорию. Его, наверное, надо в алтарь. На алтарь, в алтарь. Наверное. Я так думаю. Я так предполагаю. Скорее всего. Э, мистер Сома... Ну, миссис Логика, а не мистер Логик. Я уже заговариваюсь от страха. Мистер Хоботок, выходите сюда? Похоже на алтарь. Давайте проверим. Поставлю тебя сюда, дружок? Да ладно. Вы угадала? Что происходит? Чего он отъезжает? Ты куда поехал? Пойти? Мы, получается, подвал открыли слоненка? Но тут сохраняха. Я сохраню игру. Так, ребят, я думаю, что мы сейчас тут с вами сохранимся. У нас будет... Хотя, ладно, давайте пробежимся немножко и тогда сохранимся. Потому что я сразу говорю, если сейчас будут какие-то загадки, мы их просто перенесем на следующую серию. Потому что мне, с одной стороны, хочется посмотреть, чтобы дальше. Но, с другой стороны, если у нас сейчас просто начнется новый, как бы, там, эпизод, не эпизод. Вот, давайте с этим побазарим. Или посмотрим, что тут. И тогда что у нас здесь? А, мы в кафешку в теле. О, это местечко напоминает мне кофейню родителей. До банкротства. К слову, от кофе я бы не отказался. Здрасте. Чашечку кофе, пожалуйста. Молотый кофе, сваренный. Из наших лучших бобов. Надеюсь, вам понравится, сэр. Благодарю вас, сэр. А чем мы платить будем? Мы даже слоненка наверху оставили. О, наконец-то выдалась минутка покоя. Да точно кофе? Ты бы хоть понюхал сначала. Как же я скучал по тебе кофе. Воу. Теперь ты готов посмотреть мне в глаза? Спустя все эти годы? Кто ты? Я утрата. Утрата? Да, я пришел тебе помочь. Прошу, не пугайся моего внешнего вида. У меня благие намерения. Но почему утрата? Меня создало мучение. Возможно, он кажется подлым. Но он создал меня, чтобы до тебя достучаться. Я не понимаю. Зачем ты пришел? Ну, я ведь уже сказала, чтобы ты, наконец, смог посмотреть мне в глаза. Я твоя утрата. Ты о моих родителях? Да, ты был так молод. Молод и чересчур горд. Ты меня игнорировал. И это породило что-то иное. Я правда скучаю по своим родителям больше всего на свете. Но было бы проще не думать об этом. Зачем мучить себя мыслями? Это их не вернет. Ты прав. Их больше нет. Но вот воспоминания о них продолжают жить. Цени их. Не избегай мыслей о своих родителях. Меня послали сюда именно за этим. Ты должен прочувствовать меня и разобраться с тем, что было забыто. Иначе нельзя. Ладно, ладно. Как же мне это сделать? Загляни внутрь себя. Найди надежду. Ты поймешь, когда придет время. О, спасибо. Пока, чувак. Жесть, ребята, творится. Тут просто творится нереальная жесть. Капец какой-то. Утрата. Мы еще и утрату встретили. То есть мы встретили уже практически всех. Так, это уже интересно. В прошлый раз вы рассказали мне о своей работе и как она вас довела. Вы могли уволиться, но не сделали этого. Вы продолжили работать, зная, что медленно выгораете изнутри. Сегодня мы попробуем копнуть глубже. Постараемся найти причины ваших решений. Как скажете? Скажите, вы чувствуете, что контролируете ситуацию? Ну да, думаю, что так. Ну, мне бывает тяжело отстоять свое мнение. Да, это я вижу. Вероятно, вы также чувствуете неуверенность. Да, я не ощущаю собственной полезности. Как вы считаете, почему у вас такая заниженная самооценка? Хотел бы я знать. Расскажите о своем детстве. Что вы хотите узнать? Какое оно у вас было в целом? Я знаю о трагедии, которую вы пережили. Да, я скучаю про родителя. У меня было счастливое детство, но закончилось оно слишком рано. Сочувствую. Давайте вернемся к этому позднее. Можете рассказать о своих родителях. Они были самыми лучшими и добрыми и понимающими. Держали просто чудесную кофейню. Видимо, поэтому мне так нравится кофе. Так вот, во время кризиса их бизнес начал страдать. До что до того, что нам пришлось продать дом. Думаете, это могло стать одной из причин вашей потребности достичь успеха? Кажется, наше время вышло, мистер Прайс. Я хотел бы узнать побольше о вашем детстве на следующем сеансе. Ох, ребята, жесть какая-то. Полнейшая жесть. Нажмите Е, чтобы открыть глаза. Глава третья. Прощание. Может, нам сейчас расскажут, что с родителями? Эй, ты как? Выглядишь рассеянным. Ого, Чарли, это ты? Ха, как смешно. Что ты тут делаешь? Ты сам я пригласил, чувак? Надо с тобой выпить пиво. Тебе станет легче, поверь. Пиво, да, надеюсь, это было пиво, а не кофе. Ладно, веди. Слушай, а ты сохраниться тут нигде не хочешь? Не? Тут у нас сегодня без сохраняк? Серьезно? Да, ребятки, я думаю, что сейчас мы с вами сделаем перерывчик. В общем, Дестрейн 2. Отличная, необычная игрушка. Пишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях, что вы вообще думаете об этой игре. Нравится она вам? Или пока вы в таком же непонимании, как и я. Ну, то есть, мне она нравится, но я пока, честно говоря, вообще не представляю. Может, реально мы пока сидим у психолога и просто ему все это рассказываем? В любом случае, мы узнаем, что будет дальше уже в новой серии. Поэтому жмякайте лайк. Точнее, нажимайте на лайк. Жмякайте на колокольчик. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Увидимся в новых сериях очень скоро. Хорошего вам настроения. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...